Дамы и господа, добрый вечер, добрый день. Меня зовут Зеевханин, как вы слышали. Может быть, часть из вас со мной уже знакомы, а я знаком с существенной частью присутствующих здесь в основном в своем прежнем качестве, преподавателем университета Бар-Элан. Сейчас я в Бар-Элане работаю сильно меньше, чем в предыдущие времена. Может быть, некоторые из вас знают, что я продался ответственным работникам, то есть я сейчас главный ученый Министерства абсорбции, это государственная служба, поэтому я говорю для того, прежде всего, чтобы подчеркнуть, что все, что я сейчас буду рассказывать, это исключительно мое личное мнение, то есть здесь присутствую как исследователь, как преподаватель, а не как представитель государства Израиль. И как-то принято говорить, все имена, фамилии и факты являются случайными и непреднамеренными, совпадения, случайные и непреднамеренные. Да, окей. Так вот... Все вымышленные. Да, а? Все вымышленные. Все абсолютно вымышленные. Но, к сожалению, мы живем сейчас в таком мире, что виртуальная вымышленная реальность становится не менее реальной, чем невымышленная. Да, странная ситуация. Какие-то идеи, которые нам еще несколько лет назад казались совершенно невозможными, они вдруг становятся для нас некоторым фактором, который определяет нашу жизнь. Какие-то представления об этом мире, которые казались совершенно или абсолютно потусторонними, они вдруг приобретают некоторую материальную силу. Каждый из нас неоднократно встречался с такими явлениями в повседневной жизни, но мы на Ближнем Востоке и прежде всего в нашей стране, государство Израиль, с этим сталкиваемся постоянно. И, может быть, с какими-то наблюдениями по этому поводу я попробую с вами поделиться. Итак, тема, которая обозначена в качестве пленарной лекции, это «Израиль и ближневосточная проблема в контексте арабских революций». Я не буду рассказывать об арабских революциях и о взаимоотношениях Израиля со странами, которые нас окружают. Желающие смогут выслушать целый курс, мини-курс Володи Мисамеда. Я попробую это изложить, как это влияет на израильское общество и на израильский политический эстеблишмент. В чем состоит новизна ситуации, в которой мы в нашей стране оказались. Я думаю, что для большинства присутствующих не является секретом, что Израиль на протяжении своей истории постоянно вынужден был выбирать или постоянно решать для себя вопрос, чем мы являемся. Мы являемся маленькой ближневосточной страной и наше место на Ближнем Востоке. Чем скорее мы сольемся с этой ближневосточной или азиатской, больше, или восточной цивилизацией, тем будет лучше для всех. И другим подходом, который исходит из того, что, ну мы скажем так, чисто случайно ближневосточная страна, так получилось. Но на самом деле евреи являются европейским народом, это тоже отдельная дискуссия, кто такие евреи, азиаты Европы или европейцы Азии. И вот те, которые считают, что мы европейцы Азии, говорят о том, что на самом деле просто границы Европы немножечко смещены на восток. И тот факт, что мы геологически находимся в Африке, мы западнее сирийского разлома, а географически в Азии, отнюдь не отменяет того факта, что Израиль в общем является вполне европейской страной, правильнее сказать восточно-европейской страной, просто находящейся на два корпуса впереди большинства стран центрально-восточной и восточной Европы. Ну скажем там, наши попытки строительства социализма с человеческим лицом были существенно раньше, чем во многих восточно-европейских странах. Скажем, это было начало 50-х, в отличие, скажем, от венгерских событий 56-го года или черских 68-го, чехословацких. Наша бархатная революция случилась на 12 лет раньше, чем в Восточной Европе. Она у нас состоялась в 77-м году, в отличие от 89-го. Ну и современное такое, знаете, восточно-европейское постмодернистское постиндустриальное общество. Мы стали строить раньше, чем страны Восточной Европы провозгласили лозунг модернизации. У кого как получается, правда, с этим делом. Так вот, стало быть, в этом смысле и израильское общество, и израильский эстеблишмент постоянно вынуждены отвечать себе на этот вопрос, который является абсолютно не теоретическим, а совершенно практическим. От ответа на этот вопрос зависит выбор пути. Мы должны вкладывать наши силы, ресурсы, время, здоровье, финансы, дипломатические возможности и так далее, для того, чтобы во что бы то ни стало договориться с арабо-исламским миром и, наконец, почувствовать себя частью этого самого мира и принять вежливое предложение Муаммара Каддафи вступить, например, в организацию, в Лигу арабских стран. Ну, он пошутил, конечно. Но можете себе представить, что немало народу у нас в Израиле это обсуждали всерьез. Либо отгородиться, как говорил Владимир Зайф Жаботинский, от арабо-исламского мира железной стеной фактов. А сегодня один из его последователей, один из его наследников, Ариэль Шарон, решил это дело превратить в абсолютно, этот абстрактный символ, в абсолютно материальный. То есть здесь надо построить разделительную стену. И считать, что мы вот такой маленький островок на Ближнем Востоке, и нам нечего искать вот в этом самом арабо-исламском мире. У каждой из сторон есть свои аргументы, в этом смысле, да. Те, которые считают, что будущее Израиля в интеграции вот в эту самую азиатскую или евроазиатскую, если хотите, цивилизацию, исходит из того, что, ну, невозможно быть, постоянно жить в состоянии осажденной крепости, да. В конце концов, у народа рано или поздно иссякнет ресурс, терпение, и они не захотят жить вот так, да. Другие, которые говорят о том, что мы, конечно, европейская страна, и по большому счету искать на азиатском континенте нам, кроме как местоположения, нечего. У них свои аргументы. Они говорят о том, что Израиль постиндустриальная страна, наш рынок находится в Европе и в Северной Америке. В Израиле построена постиндустриальная экономика, основанная на продаже технических идей, да, и разработок. Ну, наверное, вы знаете, что 51% экспорта Израиля – это продукция хай-тека. Продукция высоких технологий. Что в Израиле число компаний-стартап, которые разрабатывают эту высокотехнологичную продукцию, самое большое в мире на душу население, то есть и в абсолютных цифрах больше только в США. То есть в одном Израиле больше компаний-стартапа, чем высокотехнологичных, чем во всей объединенной Европе вместе взятой. И если мы исходим из того, что мы являемся, так сказать, передовой демократической либеральной демократией, да и либеральной экономикой, то, строго говоря, нас не очень должно волновать, что происходит вокруг. Сторонники такой точки зрения говорят, ну, смотрите, один за другим рушатся арабские режимы, которые казались устойчивыми. Тот принцип, который был в свое время разработан после окончания Первой мировой войны и утвержден после окончания Второй мировой войны, вместе с организацией ООН, принцип нерушимости послевоенных и колониальных границ. Если кто помнит карту Африки, которая была прочерчена под линейку, да, и понимает, что, разумеется, никакие естественные границы такая карта не отражает, тем не менее мы принимаем во внимание тот факт, что колониальная империя развалилась ровно по вот этим самым неестественным границам. И вот долгое время казалось, что вот этот вот принцип нерушимости послевоенных и послевоенных границ, он надолго, не только в среднесрочной, но и в долгосрочной перспективе, по крайней мере на время нашего, следующего и многих последующих поколений, этого хватит. Но вот мы вдруг обратили внимание на то, что вокруг нас вот эти вот, казалось бы, устойчивые, умеренные, прозападные, не очень прозападные сунницкие режимы стали разваливаться на глазах. И разваливаться ровно по вот этим вот естественным границам между племенными группами, этническими общинами, религиозными течениями и так далее и тому подобное. Там вот, я не знаю, вот-вот рванет Сирия, как вы, наверное, знаете, да, хотя нынешний сирийский режим пытается каким-то образом удержать контроль над ситуацией. И по оценкам наших экспертов, если сирийский режим рухнет и страна начнет распадаться, она распадется на вот те самые этнические образования, из которых она была склеена после Первой мировой войны. Там на территориальные структуры алавитов, друзов, суннитов, курдов и так далее и тому подобное. И вот в этой ситуации Израиль выглядит таким, знаете, островком стабильности. Поэтому подход второй, о том, что мы европейцы Азии, скорее европейская страна, чем восточная, говорит, ну, почему нас это все должно волновать. Если в случае чего, если возникнет конфликт, то Израиль имеет возможность дать на него ответ, так сказать, адекватный ответ. Пропорциональный, или как нас часто ругают, критикуют, диспропорциональный, ну, какой-то ответ может быть предоставлен. Вторая точка зрения, как я уже сказал, точнее, она первая, по мере моего упоминания, говорит о том, что жить в состоянии тяжелого социально-идеологического стресса общество на протяжении многих поколений не может. И рано или поздно нужно будет любому политическому руководству страны дать народу некоторый окончательный или стратегический ответ. Чего мы хотим от этой жизни? Хотим ли мы вечно быть осажденным лагерем и радоваться тому факту, что мы Европа, и либеральная демократия, и постиндустриальное общество, и быстро развивающаяся экономика, и не замечать того, что происходит вокруг, или все-таки мы должны исходить из того, что мы живем в реальном мире? Если исходить из такой точки зрения о том, что рано или поздно те, которые хотят видеть Израиль в такой ближневосточной Свейцарии, как и жить тихой, спокойной жизнью, так и те, которые исходят из того, что Израиль имеет свою миссию, миссию, эта миссия исходит из того, что Израиль есть еврейское государство, и поэтому у него есть некоторая ответственность не только перед своими гражданами, но и перед еврейским народом в целом, и всем человечеством в целом, В любом случае, два этих подхода примеряются к тому, что, разумеется, обе эти задачи намного проще было бы реализовывать в ситуации, когда общество может направить большую часть своих ресурсов на некие мирные цели, а не для того, чтобы постоянно подпитывать израильский потенциал сдерживания, прежде всего военного сдерживания. И надо сказать, что уже на заре сионистского движения, как многие из вас знают, были разработаны те подходы, которые израильское общество использует до настоящего времени по поводу того, как в конце концов договориться с арабо-исламским миром. Один из подходов исходил из того, что Израиль должен ради вот этой вот высокой цели, для того, чтобы наконец примириться с вот этим вот огромным арабским и исламским морем, Которое находится вокруг нас, отказаться от своей еврейской национальной идентичности, да, то есть стать как бы государством всех израильтян, всех граждан. До образования страны такая точка зрения была популярна в определенных кругах, которые мы называем левые и ультралевые, после образования государства Израиля. Как еврейского государства, она вроде бы как стала неактуальной, но сегодня она опять возродилась в виде так называемого постсионизма, да, то есть тех, которые, сторонников течения, которые считают, что сионизм свою функцию выполнил, еврейское государство сделало то, что сделало, и Израилю пора стать государством всех граждан, перестать быть еврейским. Мы с вами прекрасно понимаем, что все было бы мило и чудно, если бы Израиль находился где-нибудь между Бельгией и Люксембургом. Вот в этой ситуации можно было бы быть государством всех граждан. Но учитывая, что мы все-таки находимся на Ближнем Востоке, то государство всех граждан, по мнению критиков такого подхода, это некий эвфемизм для двунационального, а потом и государства еврейско-арабского, а потом государства с основным арабским компонентом. Потому что если Израиль перестает быть еврейской страной, то интерес мирового еврейства к нему пропорционально падает. Есть страны с лучшим климатом, с большими экономическими возможностями, да, зачем же евреям жить в нееврейской стране? Это верно. Девушка согласна. Так вот, я принимаю твою критику постсионизма, мамочка. Второй подход исходит из того, что в нынешней ситуации нам никогда с внешними силами, то есть с арабским миром не договориться. Арабский мир никогда не примет, вы согласны, да, я не был бы таким пессимистом все-таки, да, но тем не менее. Так вот, арабский мир никогда не примет Израиль, являющийся инородным телом, да, на Ближнем Востоке. Никогда с ним не договориться, да, никогда не будет готов признать право евреев на национальное существование на территории Ближнего Востока. Мне многократно приходилось общаться с арабскими интеллектуалами, да, многократно, вот, в спокойном состоянии некоторые эмоционально общаются, а некоторые готовы общаться в спокойном состоянии. Правда, в спокойном состоянии они общаются где-нибудь в Филадельфии и Вашингтоне, да, если пробуешь с ними общаться в Иерусалиме и в Рамале, это не всегда получается так спокойно. Но в любом случае, так вот, некоторые из этих интеллектуалов, вполне образованных людей говорят, ну, достаточно посмотреть на карту. Израиль похож на нож, который разрезает арабский мир в самой середине. Неужели вы думаете, что мы когда-нибудь пойдем на долгосрочное соглашение с вами, да? Максимум на то, что вы можете рассчитывать, это сульха, да, в переводе, в вольном переводе с арабского, это долгосрочное перемирие, да? Но мы никогда де юре не примем Вашего присутствия на Ближнем Востоке, да? Вы колониальная сила, Вы остаток европейского колониализма, и Ваши аргументы о том, что это Ваша историческая родина, о том, что здесь был создан еврейский народ, это все Ваша еврейская демагогия, да? Мы никогда на это не пойдем. Поэтому ответная реакция внутри израильского общества на подобные мнения, это то, что, ну что ж, говорить не с кем. На современном израильском новоязи, ивритском, в вольном переводе на русский, это называется, у нас нет партнера, да? То есть у нас нет партнера по переговорам, то есть не с кем договариваться, по большому счету. И поскольку договариваться не с кем, то тут на поверхность всплывает опять старая идея Владимира Зеева-Жаботинского о железности не фактов, да? О том, что раз говорить не с кем, и причем не с кем говорить не только потому, что они отсталые, или не столько потому, что они отсталые, глупые, совсем не поэтому, да? А потому, что они воспринимают территорию, которая является, по поводу которой идет конфликт, тоже как свою, не готовы от нее отказаться просто так. И поэтому, кроме как методом этот конфликт не может быть разрешен, кроме как с помощью, как говорил Жаботинский, то, что называется, фактов на почве, да? Еще один кибуц, еще один завод, еще одна военная база, еще одно предприятие хай-тека, говоря современным языком, да? Еще одно еврейское поселение, и только тогда с помощью конкретных физических фактов, а не абстрактных рассуждений можно было бы решить эту проблему. Ну и, наконец, если мы, скажем, сторонникам первой точки зрения, согласно опросам общественного мнения, выделим порядка 10% населения, там 8-10 поддерживают такое мнение, а вторая, как мы ее называем, правая, и правая радикальная, таких в Израиле сегодня порядка 30-35%, то все-таки больше половины традиционно исходит из того, что нужно попробовать договориться каким-то образом. На основе чего? Прежде всего на основе так называемого территориального компромисса, или какого-то еще компромисса, да? То есть Израиль должен пойти на то, чтобы постараться перевести в субстантивный конфликт с арабским миром, то есть конфликт по поводу существования, в конфликт по поводу неких физических параметров, да? Земли, воды, границ и так далее. То есть когда мы начинаем спорить не о том, имеет ли та или иная сторона право на существование вообще и на дальней территории в частности, да? А вот по поводу того, что, окей, каждый из нас идет на некий компромисс, да? Мы принимаем европейское понимание компромисса, то есть наши партнеры, соперники, враги, да, готовы воспринимать компромисс по-европейски, а не по-восточному. Разницу вы знаете, да? Европейское понимание компромисса, это когда всем неудобно, да? А вот, азиатское понимание компромисса, это когда слабый уступает сильному, а сильный его за это не убивает. Я не шучу. И вот, с точки зрения западного подхода, уступить должен сильный. Ты же сильный, ты должен уступить. Да? С точки зрения азиатского подхода, уступить должен слабый. Окей, да? Вы со мной. Так вот, стало быть, если партнеры по переговорам будут готовы согласиться на европейское понимание компромисса, да, о том, что когда все уступают, и всем неудобно, да, но каждый отказывается от своего, от частички своего «я», от какой-то части своей системы ценности, и тогда конфликт переходит из сущностного в территориальный. И по этому поводу можно тогда уже начинать разговаривать. Где пройдет граница, как будет обеспечена модель безопасности, где будет находиться столица того или иного государства, да, что будет происходить со святыми местами, как будет определенный статус, да, кто будет контролировать что. То есть возникают сложные, непростые, проблематичные, но все-таки конкретные вещи, которые не просто решить, но это уже решение будет сугубо техническим, да. Коль скоро мы, в принципе, договорились о том, что каждая из сторон признает право другого на присутствие на той территории, по поводу которой идет конфликт, да. В израильском обществе, вот та самая, больше половины, 55-60%, которые надеются, что рано или поздно это все состоится, традиционно существуют две модели вот такого рода решения, да. Одна модель называется «мир в обмен на территории», и другая модель «мир в обмен на мир». Ну вот по модели «мир в обмен на территории» у нас есть мир с Египтом. Что будет с этим миром, мы не знаем. После того, как режим в Египте сменится, он пока не сменился, но есть тенденции к тому, что к власти там придут совсем другие группы, до тех пор, пока там существует вот этот вот постмубаровский квази-военный режим, да, так называемый, там слегка перестроившийся на псевдодемократические модели, да, и который исходит из того, что те обещания, которые были даны во время революции, нужно будет выполнять за счет тех ресурсов, которые есть, да, а эти ресурсы зависят от сохранения холодного мира с Израилем. То есть если мы исходим из того, что три источника, основные источники дохода египтян, это туризм, Суэцкий канал и экспорт газа, да, а также зарубежная экономическая помощь, прежде всего американская, то все эти четыре источника становятся под большим вопросом в случае, если Кэмп-Дэвидское соглашение с Израилем будет дезавуировано, да, понятно, что газ продавать будет некому, Израиль покупает египетский газ по ценам в два с половиной раза выше, чем, например, Иордания и Сирия, и неизвестно, что будет с иорданским и сирийским режимом, смогут ли они вообще что-либо покупать, да, в ближайшей перспективе. Суэцкий канал может оказаться в том же положении, в котором он был после войны Судного дня, да, про туризм я говорить не буду, да, кто же едет в воюющую страну, ну и зарубежная экономическая помощь будет под большим вопросом, да. Так вот, если пока нынешний режим это понимает, мы имеем то, что называется сохранение так называемого холодного мира, да, что будет потом, если и когда, когда и если, в Египте приют к власти, например, братья-мусульмане или какие-то более радикальные силы, выступающие за разрыв соглашений с Израилем, как говорят на Ближнем Востоке и в Одессе мы будем посмотреть, но как бы там ни было, израильско-египетские отношения являются примером урегулирования по модели мир в обмен на территории. Израиль вернул Египту Синай, занятый во время шестидневной войны, египтяне подписали с Израилем мир, да. Другая модель мир в обмен на мир реализовалась в наших отношениях с Иорданией, например, да. В 88-м году иорданский король от имени своей страны заявил о прекращении юридической связи с западным берегом реки Иордан, да, и предоставил палестинцев самих себе. Этот трюк потом попытался повторить Ариэль-Шарон уже в 2000-х годах, у него это не получилось, в отличие, скажем, от короля Хусейна, который это сделал легким движением плеча, да. И на этой основе был подписан мир между Израилем и Египтом на базе взаимного отказа от территориальных претензий, да. Долгое время мир по модели мир в обмен на мир у нас существовал, не удивляйтесь, Сирии, да. Сирия с Израилем находится все еще в состоянии войны, но при этом сирийско-израильская граница была спокойной. Сирийцы воевали с нами с помощью Хизбаллы и Хамаса, да, вот, но на прямое столкновение не шли, благодаря тому, что у Израиля был колоссальный и остается колоссальный потенциал сдерживания, поэтому если мы применим, вот так сказать, философскую конструкцию о том, что мир это не война, да, то вот между Израилем и Сирией существовал мир по модели мир в обмен на мир, да. Но сейчас мы имеем ситуацию, да, и вот эти вот, обе эти модели были попытки распространить на палестинских арабах, да. Долгое время израильский эстеглишмент пытался решить вопрос, применимы ли это два подхода, не к отношению, в отношении устойчивых суннитских режимов, а в отношении к национальным или там народным движениям, да. Мы-то с вами все прекрасно понимаем, что у Израиля нет мира ни с одним арабским народом. У Израиля есть мир с арабскими режимами. Между Израилем, с одной стороны Иорданией, Израилем и Египтом есть мир, да, но среднестатистический иорданец и египтянин не готов признать на бытовом уровне право Израиля на существование, да. Египтяне очень охотно берут наши шекели и доллары, когда мы приезжаем туда в качестве туриста, но Израиль называют не иначе, как сионистским образованием, да, и, в общем, сильно сомневаются в нашем праве на существовании в национальном государстве на Ближнем Востоке. Поэтому долгое время израильский дипломатический, военный, политический и прочий интеллектуальный истеблишмент исходил из того, что нам нужно договориться с арабскими элитами и арабскими режимами, которым по большому счету все равно, что думают арабские народы, да. Они исходят из собственных прагматических корпоративных интересов, и этим можно удовлетвориться. В ситуации, когда эти самые арабские режимы начинают рушиться, эта концепция требует, разумеется, пересмотра, но это, в общем, отдельная тема. Так вот, долгое время казалось, что нужно попробовать и в отношении палестинских арабов сыграть в эту самую игру, да. Предложить им либо мир в обмен на мир, либо мир в обмен на территории, да. Мир в обмен на мир не получился. Между 1967 и 1993 годом были попытки многократно найти партнеров на палестинских территориях, и в секторе Газы, и в Иудее, и в Самарее, которые готовы были бы сыграть с израильтянами в эту игру, да. И где-то вот после войны в Персидском заливе, Первой войны, когда на израильское руководство надавили американцы, им нужно было расплатиться за свои ближневосточные активы, да, проще всего расплатиться своим союзникам, попросить у израильтян пойти на некие уступки, да. Эта модель традиционно неплохо работала. Так вот, тогда, соответственно, часть израильского руководства, часть израильского исследовательства попробовала сыграть в игру, поработать, попытаться договориться с палестинскими и арабскими лидерами по модели мир в обмен на территории, да. В отличие, скажем, от устойчивых суннитских режимов, там не было ни государства, ни территории, да. Организация освобождения Палестины была рассеяна, ее штаб-квартиры были рассеяны по миру, центр находился в Тунисе, и, в общем, организация, которая была создана еще в 64-м году, то есть до шестидневной войны, с целью не столько создания своего государства, Палестина, сколько уничтожения чужого, государства Израиль, долгое время не воспринималось в качестве партнера по переговорам. Но случилось, что случилось, в 88-м году Палестинское национальное собрание приняло декларацию о национальном образовании государства, они обратились в ООН, ООН, естественно, проголосовала за, при двух голосах против США и Израиля, да. Вот, Микронезия тогда еще не была нашим стратегическим партнером. И сейчас три голоса обычно против, США, Израиль и Микронезия. Так вот, поэтому, когда сейчас говорят о очередном голосовании в ООН, народ как-то разводит руками, не очень понимая зачем, потому что уже все было проголосовано в 88-м году, и все осталось на уровне символа. Так вот, стало быть, в тот момент, когда палестинцы объявили о том, что они готовы вести с Израилем переговоры по модели мира в обмен на территории, часть израильского эстеблишмента решила попробовать, да. С этой целью палестинцам создали квази-государство под названием Палестинская национальная автономия, привезли руководство из Туниса на западный берег, создали им банковскую систему, органы управления, армию, назвав ее стыдливо сильная полиция, да, strong police, и подключив к системе распределения международной помощи. Ну, как говорит наш общий знакомый, коллега и друг Женя Сатановский, на эти деньги, которые получили палестинские арабы за это время, можно было бы построить страну размером с Украину, да, более-менее. Палестинская национальная автономия получает международной помощи порядка 2,2 миллиарда долларов в год, около половины, примерно 45% этой суммы дает Израиль, да, все остальное международные доноры. Немножко арабы, но в основном Соединенные Штаты и Евросоюз. Так вот, то есть пропорционально, если исходить из расчета на душу населения, то палестинские арабы получают международной помощи больше, чем где-либо кто-либо на земном шаре, да. То, что они эти деньги мгновенно распиливают, и они оказываются на совсем других счетах, это, как говорится, уже второй вопрос. Восток дело тонкое, как вы понимаете. Но, в общем-то, идея в основе своей была здравая и, наверное, хорошая. Нужно построить структуру, создать некую квази-государственную систему, заинтересовать людей строительством государства со всеми его атрибутами, экономика, управленческая система, система образования, соцобеспечения, здравоохранения, и получится институт, с которым можно будет вести переговоры по модели мир в обмен на территории. То есть вот конфликт на выживание заменить конфликтом по поводу территорий. Дальше уже можно будет идти на те или не идти на те или иные уступки, и тогда вот в лексикон израильского общества в обиход вошел термин «витурим куавим», как сказать по-русски «болезненные уступки». Болезненные уступки не ради какой-то абстрактной идеи, а ради чего-то. Ради того, что вот мы уступили «эндэци», и на этом можно ставить точку. И мы можем спокойно превращаться в Ближневосточную Швейцарию или Ближневосточный Сингапур и перевернуть вот эту страницу конфликта и средства и ресурсы тратить на здравоохранение, на образование, на дальнейшее развитие хай-тека, на поощрение экспорта, на туризм, то есть на какие-то нормальные, вменяемые человеческие вещи, что наши молодые люди не должны будут, и девушки, проводить, соответственно, 3,2 нелегких года в армии, и уезжая за границу, не нужно будет брать разрешение в военкомате, справку о том, что тебе не нужно идти на Милуим, то есть на резервистскую службу, и студенты не должны будут посреди семестра уходить на три недели, а то и на месяц на эти самые резервные сборы. То есть, короче говоря, наконец начать получать удовольствие от либерально-демократической и экономически развитой страны, как любая другая европейская страна. Такова была идея, ну, как говорил бывший российский премьер, ныне покойный Черномырдин, хотели как лучше, получилось как всегда. Идея поиграть в урегулирование по модели мир в обмен на территории по тем или иным причинам с палестинскими арабами не получилось, не сложилось. Я не хочу вдаваться сейчас в подробности и рассуждать на тему, кто виноват. Российская и пресса других стран на русском языке, в том числе, постсоветского пространства наполнены рассуждениями на эту тему, и желающие могут, почитав эти материалы, сами составить для себя мнение по поводу того, кто там виноват. Вопрос, как бы так сказать, другой, тоже извечный вопрос русской литературы, оставив в стороне, кто виноват, что делать. По сути дела, сегодня мы имеем ситуацию, когда старый подход, который был сформулирован в Осло, в норвежских соглашениях о том, что договориться с народным движением можно на основе того же механизма, что и с устойчивыми режимами, он по большому счету не реализовался, не сработал. Мы имеем на сегодняшний день палестинскую национальную автономию, которая контролирует порядка 92-93% палестинского арабского населения, которая обладает атрибутами квази-государства, включая дипломатические представительства, армию, налоговую систему, юридическую, образовательную, социальную систему и так далее, и тому подобное, но руководство которой не готово поставить точку в этих самых длительных, бесконечных, изматывающих переговорах с Израилем, согласившись на некий набор базовых принципов, на основе которых это соглашение возможно. Со своей стороны, требования, которые предъявляет палестинская сторона, для большинства израильских режимов, лидеров, включая лидеров левого лагеря, тоже не являются приемлемыми. Возникает ситуация, когда палестинское руководство не готовы принять самые далеко идущие израильские уступки, считая их недостаточными. Причем ситуация возникает такая, что когда на стол кладутся некие новые идеи, возникают некие контр-идеи, то есть повышается планка требований. В какой-то момент по спонсорам мирного процесса, каковыми являются прежде всего американцы, а также Евросоюз, Россия и ООН, у этих спонсоров лопнуло терпение, и тогдашний американский президент Буш решил поставить всех перед фактами, появилась так называемая дорожная карта, в которой американский план, в соответствии с которым от обеих сторон потребовали согласиться на принцип «два государства для двух народов». Обе стороны, скрипя сердцем и душой, эту концепцию приняли, и начался следующий этап длительного изматывающего переговорного процесса по вопросам о том, как урегулировать четыре ключевых проблемы израильско-палестинского конфликта. А эти четыре ключевые проблемы, как вы знаете, границы, поселения, Иерусалимы, беженцы. То есть, иными словами, где должны проходить границы, что будет с потомками, с лицами, называющими себя потомками палестинских беженцев, а их на сегодняшний день порядка четырех миллионов, как считается. Подавляющее большинство из них в Палестине никогда не жили. Более того, по секрету могу сказать, что подавляющее большинство из тех, которые в Палестине никогда не жили, их родители тоже не из Палестины. Просто в некотором смысле иногда бывает удобно быть палестинским беженцем. Вопрос об Иерусалиме. Какой должен быть статус этого города? Как вы знаете, существует четыре модели. Есть модель, которая была предложена ООН. Это интернациональный город, который находится под международным контролем и, так сказать, международной охраной святых мест. Эта идея, которая была принята в свое время Израилем в качестве плана раздела ООНовского 47-го года, не была принята арабской стороной, сегодня не рассматривается серьезно. Второй сценарий – это поделить по границе 67-го года, то есть Западный Иерусалим, Израилю, Восточный Иерусалим, Палестинцам. Третья модель – это поделить по кварталам, то есть арабские кварталы палестинцам, еврейские кварталы евреям. Те, кто из вас, кто был в Иерусалиме, или, по крайней мере, видел карту, понимают, что поделить так город можно только в фантазиях. Ну и, наконец-то, четвертый сценарий – это большую часть Иерусалима, то есть в реальных границах города оставить за Израилем, но те арабские деревни, которые после 67-го года, 22 деревни, с горяча были присоединены к муниципальным границам Иерусалима, выделить в отдельное образование, если они очень хотят назвать их алькутцем, сделать столицей палестинского государства. Модель, которую готовы взвесить многие в Израиле тоже, но парадокс оказался в том, что сами арабские граждане Иерусалима, живущие в этих 22 деревнях, в большинстве случаев почему-то на это не готовы. Последний опрос общественного мнения показал, что 75% из них против, а если это реализуется, 60% тут же постараются переселиться внутрь зеленой черты. Так вот, стало быть, вот эта вот модель, как вы видите, это как бы вторая проблема, которая, как мы видим, не имеет однозначного решения. Третье, это что делать с еврейскими поселениями, которые были созданы на территории Иудеи и Самарии, а до недавнего времени существовали и в Газе, если будет подписано такое соглашение. И, соответственно, границы поселения беженцы, а к этому нужно добавить Иерусалим, к этому нужно добавить воду, право пользования источниками, экология, природопользование и так далее. Окей, если Израиль оккупирующая сила отвечает за то, что происходит на территориях, так мы, например, чистим сточные воды, которые тикут из палестинской автономии. А если это будет самостоятельное государство, то кто будет следить за состоянием природной среды? Ну и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Кто не допустит засоления подпочвенных вод? И прочее, 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 прочее. Эти вот вопросы, они постоянно возникают в тот момент, когда начинается очередной раунд, очередной виток израильско-палестинских переговоров, которые долгое время шли ни шатка, ни валка, перемежаясь вспышками арабских волнений под названием интифады. Ну, в общем, в конце концов, были сформулированы в виде такого некоего плана прежней американской администрации под названием дорожная карта и закреплены пониманиями, которые были в Анаполисе. И, казалось бы, это более-менее путь, по которому обе стороны, в общем, на основе чего, обе стороны более-менее готовы разговаривать. Но тут резко изменилась ситуация. В 2008 году в Соединенных Штатах власти приходит новая демократическая администрация, которая имеет свое видение того, как решить ближневосточную проблему. Президент Барак Обама пришел к власти, имея в активе два внешнеполитических обещания. У него там был большой пакет обещаний по поводу внутренней политики, здравоохранения, САБЕСа и всего остального, экономики. Но по поводу... На внешнеполитическом треке у него было два критических обещания главных. Это решить афганскую проблему и решить иракскую проблему. То есть, афганскую проблему он собирался решить путем активного давления на талибов и закрыть на этом тему. Иракскую проблему он собирался решить путем вывода из Ирака американских войск, вне зависимости от того, что там потом... Так сказать, вне зависимости от того, что там на самом деле происходит. Для этого ему нужно было, чтобы не оставить вакуум, опасный вакуум, куда войдут потом международные террористические сети, сунницкие и шрицкие. Для этого ему нужна была поддержка устойчивых сунницких прозападных режимов арабского мира. для того, чтобы они создали вот такой вот пояс безопасности, чтобы не возник вот тот самый вакуум, о котором мы говорим. Для того, чтобы получить поддержку этих режимов, была объявлена перезагрузка с арабским миром. Перезагрузка отношений США с арабским миром. Для того, чтобы эта перезагрузка состоялась, для этого их нужно было чем-то убедить, удовлетворить, заинтересовать. И нет другого способа, или лучшего способа, как казалось в Вашингтоне, это сделать путем массированного давления на Израиль, с тем, чтобы побудить израильтян пойти на беспрецедентные, масштабные уступки палестинцам. А это, в свою очередь, будет воспринято арабским миром как реализация их программы, скажем, там, саудовского плана. Не будем вдаваться и так далее. Арабы делают, соответственно, Израилю шаг навстречу, да, и слившись в братских объятиях, можно будет взять в архив ближневосточный конфликт, а с ним и существенную часть американского присутствия, да. Ну, как вы понимаете, хотели как лучше в очередной раз, а получилось как всегда. Собственно, из этого не вышло почти ничего. В сухом остатке у нас у всех остались только высокая планка требований к Израилю. И даже, исходя из того, что администрация Обамы пытается слезть с высокого дерева и отойти от тех требований к Израилю, которые были сформулированы в 2008-2009 годах, на сегодняшний день ситуация такова, что арабы не могут потребовать меньше, чем попросили американцы, да. В итоге мы оказались в некоем тупике, да. На сегодняшний день палестинская администрация не может, не потеряв лица, а следовательно власти, а следовательно жизни, да, своих лидеров, не может пойти на возвращение к параметрам дорожной карты, да. Поэтому возвращение за стол переговоров палестинские и арабские лидеры обуславливают предварительными израильскими уступками, да. Отказом от строительства поселения, причем поселением считается и Восточный Иерусалим, да, еврейские кварталы Восточного Иерусалима. Согласие на вести переговоры на основе идеи возвращения к границам 1967-го года, я думаю, в этой интеллигентной аудитории мне не нужно рассказывать о том, что таких границ нет, да. Никогда не было границ 1967-го года. Была линия прекращения огня, которая называется в обиходе зеленой чертой, да. В, скажем, предварительными требованиями является отказ Израиля от отказа рассматривать тему палестинских беженцев, да. И израильское руководство традиционно исходит из того, что не Израиль виновен в возникновении проблемы, и, следовательно, не он должен решать тему палестинских беженцев, да. Вот, то есть, предварительным требованием арабской стороны часто было признать, что Израиль должен признать моральную ответственность за возникновение проблемы палестинских беженцев, да. Нас при этом успокаивают, опять же, наши коллеги с этими интеллектуалами, с которыми я общался, говорят, да ладно, ну вы просто вот скажите просто вслух, виноваты, извините. Никто туда не поедет. Ну почему люди из Ливана, из Иордании, да, откуда там еще, из Эмиратов, из Европы, вдруг поедут в Израиль, поедут в Хайфу, в Ашкелон, в Абка, да никто не поедет, ну может быть некоторые, да, по опросам эти некоторые около полутора миллионов, да. Так вот, стало быть, Израиль, в общем, не готов признавать моральную, а следовательно и физическую ответственность за возникновение проблемы. Этот вот поток предварительных, пакет предварительных требований, он делает, обессмысливает всю систему переговоров, да. Поэтому возвращение к переговорному столу на сегодняшний день, оно оказывается крайне проблематичным, оно крайне проблематично для Израиля, потому что мы оказываемся в ситуации, так называемой, как говорят на иврите, сорванной шалом, да, то есть тех, которые, стороны, которые противятся заключению мира, да. Но она ставит и весьма проблематичную ситуацию, также и палестинскую сторону, арабскую палестинскую сторону, которые, в общем, на сегодняшний день не имеют никаких идей, никаких патентов, каким образом удержать себя в качестве субъекта ближневосточного процесса. Я не зря говорил вначале, дамы и господа, о том, что человечество воспринимает законные, легитимные границы, как границы послевоенные и колониальные, да. Долгое время мир относился к палестино-израильскому конфликту, как к неурегулированному межэтническому столкновению внутри колониальных границ под мандатной Палестины, да. Мало ли что происходит внутри колониальных границ. Вот в Африке племена режут друг друга. Туси, тутси, хуту, да. Ну, это так сказать, типа, палестино-израильский конфликт, там типа, тутси и хуту, а вы сами разберитесь, что из вас тутси, кто хуту, да. Вот. Принятие новой концепции Осло превратил палестинцев в субъект международного права, да, в субъект международных отношений. Не как одна из сторон конфликта внутри колониальных границ, а как некая самостоятельная политическая сила, да. И этот статус, конечно, в их интересах, во что бы то ни стало сохранить. Нынешняя палестинская администрация прекрасно понимает, что в тот момент, когда у мирового сообщества лопнет терпение, их статус может быть понижен до прежнего состояния, одной из сторон внутреннего конфликта, и могут сказать, ну, договаривайтесь с израильтянами, по сути, единственным сувереном на территории между рекой Иордан и Средиземным морем является государство Израиль, правильно, неправильно, хорошо, плохо, да, колониальная сила, оккупирующая и так далее, но у оккупирующей силы есть не только ответственность, но и, так сказать, права, да, и вот с ними, строго говоря, и договаривайтесь, а это, естественно, поставит жирный, там я не знаю, что хотите, крест, полумесяц, магендавит, на самой палестинской идее, да, и единственным способом не допустить подобного развития событий было бы вернуться к переговорному процессу, но вернуться к переговорному процессу это слезть с высокого дерева требований, вернуться к параметрам дорожной карты, а это означает крайне проблематичную ситуацию, прежде всего, в глазах палестинских радикалов и потерю власти, а может быть и жизни, да, какой выход из этой проблемы? Ну, судя по всему, нынешние палестинские лидеры нашли патент, нашли выход. Они решили обратиться в ООН с тем, чтобы потребовать, признать палестинское государство в одностороннем порядке, вне контекста переговоров с Израилем, да. Понятно, что ООН такое решение примет, если в сентябре такое голосование будет проведено. Организация Объединенных Наций в своем нынешнем составе проголосует за что угодно, включая за то, что земля плоская, если это нанесет какой-то вред государству Израилю, да. Поэтому ни у кого из нас нет никаких иллюзий по поводу того, что если вопрос будет поставлен на голосование, то огромным большинством такое решение пройдет, да. Вопрос заключается в другом. Каковы будут последствия подобного шага, да. Последствия могут быть разные. Это зависит от того, как проголосуют демократические страны, к которым мы относим страны Европы и, извините, если кого-то обидел, большую часть стран бывшего Советского Союза, да. Если в, скажем, например, такие страны, как Прибалтика, Украина, Белоруссия, Молдова, да. Ну, про Россию это отдельный разговор. Там свои геополитические интересы, в том числе и связанные с присутствием на Ближнем Востоке в качестве великой державы, да. Вот если вывести за скобки участников Ближневосточной четверки, то, скажем, страны бывшего Советского Союза, а также там Закавказья, например, Грузия, которая, судя по всему, проголосует против, Армения, если она хотя бы воздержится, да. Вот. И если хотя бы одна из двух ключевых, так называемых, мусульманских стран постсоветского пространства, Казахстан и Азербайджан, хотя бы одна из них, проголосует против или воздержится, плюс критически важные европейские страны, ну, например, Италия и Германия, судя по всему, голосуют против, Англия, Франция колеблются, да, Испания, Португалия, видимо, воздержатся или проголосуют за. Ну, вот как-то довольно большой блок демократических и западных стран, даже оказавшись в меньшинстве, если они подобное решение не поддержат, его легитимность будет чрезвычайно низкой, да. Второй момент, понятно, да, и палестинцы тоже прекрасно понимают, что этот акт решения ООН будет иметь сугубо символическое значение, государство не создается решением ООН, государство создается провозглашением этого государства и утверждением его в Совете Безопасности, да, в Совете Безопасности шанса пройти подобному решению нет, да, и не только потому, что американцы наложат вето, да, даже если Россия и Китай голосуют за, Англия и Франция воздерживаются, Соединенные Штаты голосуют против, то это означает, что решение не проходит, не проходит не только по формальным показателям, да, но еще и потому, что единого сплоченного мнения по этому поводу у мирового сообщества нет, да. Ну и, наконец, третий очень важный момент, если палестинские арабы самопровозглашают свое государство, то тем самым они выходят из соглашений ОСЛА, в которых черным по белому прописано отказ сторон от односторонних действий, да, израиля и палестинцев. Это развязывает Израилю руки на целый ряд шагов, эти шаги известны, да, от аннексии крупных поселенческих блоков до экономических санкций, значит, скажем так, прекращения поставок всего того, что Израиль сегодня поставляет, да, или сокращения электроэнергии, газа, воды, товаров, гуманитарного назначения. Никто не хотел бы дойти до этой ситуации, но, как говорится, на войне, как на войне, даже если это война дипломатическая. Так вот, стало быть, как вы видите, сегодня мы оказались в ситуации, когда обе стороны оказались на краю нового конфликта, конфликта, который никто не хочет. Ни та, ни другая сторона, да. Но выхода из этого конфликта нет, если только не вернуться к прежним согласованным, скажем, в Анаполисе параметрам, да, которые, по большому счету, подобный подход торпедировала сама палестинская сторона. Сегодня, вот буквально перед отъездом в Москву, я посмотрел еще раз последнее развитие событий на этом треке, и мы видим, как все чаще и чаще, все больше и больше, те или иные палестинские лидеры говорят о том, что там, типа, дают неформальные сигналы Иерусалиму. Ребята, мы погорячились. Давайте как-нибудь уладим дело, да. Вот, но слишком много слов сказано, слишком много шагов сделано, да, вперед. Проблема также заключается и в том, что и нынешнее израильское руководство не может отойти назад, не потеряв лица, да. Поэтому и правительство Натаниево на сегодняшний день обуславливает, при том, что, так сказать, официальным лозунгом является переговоры без предварительных условий, обуславливает возвращение к прямым переговорам с Рамалой на базе некоторых предварительных условий, да. Этими некоторыми предварительными условиями являются три момента, да. Дезавуирование требования Обамы о ведении переговоров на базе границ 67-го года, согласие палестинцев на то, что называется Сидорей Бетахон, то есть модель обеспечения безопасности, требующая израильское военное присутствие, в Иорданской долине, например, да, и в крупных поселенческих блоках, и признание палестинцами Израиля в качестве еврейского государства, что снимает тему палестинских беженцев, да. Вот, собственно, в этой ситуации мы оказываемся на сегодняшний день. По состоянию на 6 июля 2011 года обе стороны играют в игру, кто первый моргнет. И все мы с некоторым интересом ждем сентября 2011 года, да, что в конечном итоге, как в конечном итоге это будет работать. На сегодняшний день обе стороны пытаются заручиться максимальной поддержкой международного сообщества. Премьер Израиля, наши министры, парламентарии посещают все страны, которые готовы их принять, да, готовы принять практически все. Палестинские делегации тоже одержали. Все страны мира, например, добрались даже до мелких, как островных государств, стран Карибского бассейна. Каждый голос в ООН важен, вот на этом самом символическом уровне. И если, скажем, это последняя фраза, которую я произнесу в контексте этого выступления, так вот, если мы попробуем сформулировать, какие же, собственно говоря, опции лежат на столе сегодня, то этих опций, как и в прошлом, три. Первое, это все-таки найти некий способ совершить прорыв в израильско-палестинских переговорах, да, для того, чтобы найти взаимоприемлемую модель будущего соглашения. На это надежда, ну, скажем так, я бы поставил один доллар свой против ваших пятидесяти, да. Второй подход, вторая опция, это сохранение существующего геополитического статус-кво, да. То есть, каждая сторона объявляет себя победителем, да, ну, продолжает вот ту самую игру по модели more of the same, да. И третья модель, это каждая из сторон принимает некоторые самостоятельные односторонние действия, полагаясь на удачу или на Всевышнего. Впрочем, каждый из нас понимает, что на Всевышнего в любом случае стоит полагаться. Благодарю вас, господа.